Девушки отдыхают В подземной звезде хранится некое оружие, которое может дать абсолютную власть его обладателю. Подземные тайны. Они хранят много того, что может изменить нашу судьбу, наш мир, нашу цивилизацию. Космические реликты, древние артефакты, неизвестные микроорганизмы и даже высокотехнологичные изделия непонятного предназначения. Это то, что есть уже. Есть и еще одно место силы. Многовековые льды Арктики и Антарктики. Джон Керри, Барак Обама и Джеймс Клеппер. Российские первые лица, чиновники и ученые, военные тоже регулярно посещают эти пустынные места. Но с какой целью? И почему Антарктику закрыли на 35 лет? Теперь ни одно частное судно не сможет войти на ее территорию. Какую силу искал здесь Гитлер и его мистики из Анненербе? Кто такие белые боги, предки славян? И с кем они связаны? С неизвестной расой или гостями из далекого космоса? Какую нашу тайну хранят древние льды полюсов? И что было до того, как планету уничтожил мировой катаклизм, который позже назовут всемирным потопом? Эту теорию не преподают в школах. Но многие современные ученые уверены, мы не первая разумная раса на нашей планете. За миллионы лет были и другие. Но что стало с нашими предшественниками? Это называют большой пятеркой или полным обнулением планеты. Каждую эру, каждый цикл, Земля словно по волшебству избавляется от всего живого. Сегодня ученым известно пять обнулений. И каждая из этих эр сметала с лица Земли от 50 до 96% ее флоры и фауны. То есть практически убивала все живое. Миллионы лет назад привычной нам Луны не существовало. Но столкновение с другой планетой, Теей, вызвало выброс на орбиту части земной породы, которая со временем превратилась в Луну. А все, что населяло Землю в тот момент, погибло. Но не все обнуления случались в один момент, как в кино. Иногда они затягивались на годы и давали возможность выжить многим. Мы уже 66 лет живем в новой эре, антропоцене или веке человека. И что, если наше обнуление уже началось? Всемирный потоп. Он стал последним из большой пятерки катастроф. Он перевернул историю Земли и, по сути, стал началом нашей цивилизации. Планету накрыла гигантская волна, безжалостная смертельная стихия, которая не щадила никого. Но, оказывается, нашлись люди, которые уцелели. Это были наши предки. Арии. Белые боги Севера. Раса сверхлюдей, обладающих суперспособностями. И если верить легендам, они все еще среди нас. Кому и где удалось повстречать наших предков? Они рассказали, что пришли много тысяч лет назад. Секретное хранилище сакральных знаний. Кому оно откроется? Раньше на этом месте стоял огромный храм. Огромный не по нашим человеческим меркам, а огромный даже по меркам гигантам. Начнется ли новый потоп? И есть ли шанс на спасение у человечества? Может быть, мы мудро себя поведем, сумеем все уладить и будем жить? Недавние исследования британских ученых показали, что если Луна приблизится к нашей планете хотя бы на небольшое расстояние, то Землю накроют волны чудовищных природных катаклизмов. Многие ученые считают, что десятки тысяч лет назад именно близость Луны к нашей планете была причиной частых извержений, цунами и других локальных катастроф по всей планете. Что касается климатических изменений, они действительно имели место очень серьезное, я бы сказал, даже радикальное. Дело в том, что, что говорить, если мы находим, например, ученые находят остатки субтропических растений, например, в полярной зоне, приполярной, полярной зоне, и даже в Антарктиде, что характерно. В конце 2016-го российские палеонтологи сделали сенсационное открытие. На Байкальском острове Ольхон, территория современной Восточной Сибири, тысячи лет назад обитали попугаи. Найденные исследователями останки говорят о том, что когда-то территория современной Сибири была субтропиками. Здесь вместо суровой тайги и низких температур находились богатые лиственные леса, а рядом с попугаями обитали гуси, кулики, носороги и древние предки слонов – хоботные животные. Кроме того, именно сибирская плита до сих пор остается одной из самых стабильных на планете. Континенты движутся, но не сами по себе, и сталкиваются, расходятся периодически, но под ними существуют континентальные плиты, которые по морским плитам движутся в разнообразном плане. Поэтому они сохраняют свою первоначальную конфигурацию, континенты. Именно здесь жили наши предки Арии. Именно о них говорится в древнейшем на земле эпосе индийских ведах – высокие и голубоглазые полубоги, которые пришли в страну с севера, принеся с собой культуру и технологии. Белые боги севера Арии были одними из тех, кого Николай Рерих называл совершенное человечество. Они верили во всеобщую гармонию, жили в согласии с природой. Но они были не единственными совершенными людьми, населявшими планету. Другая раса, враждебные им, известные многим атланты, также обладали сверхспособностями и сакральными знаниями. Но в своем стремлении к мировому господству использовали сверхмощное оружие для завоевания территории. Они там в Риме уже почти весь мир захватили. Почему, говорят, не находят ничего? Правильно, когда они захватывали очередную страну, оттуда вывозился весь металл. Они сейчас взялись школы, все памятники, так и тому подобное. Все превращалось в пыль. Единственная страна, которая есть, могла противостоять этой гипербории. И, видимо, шоу, переделывая влияние или борьба за материальные ресурсы. Они добывали огромный объем материала на планете. То ли они не поделили власть каким-то образом между собой, то ли прилетела конкурирующая фирма с другой галактики. Но то, что зачищали они этих ребят, тотально необоспоримый факт. Славянские горы были сердцем гиперборейского государства Ариев. Здесь белые боги Севера построили целый комплекс подземных городов, сфер протяженностью более ста квадратных километров. И если верить преданиям, здесь же, в районе современной Сибири, находился великий храм знаний, так называемая библиотека Акаши. Оттуда арии черпали свои знания об устройстве Вселенной и о многих вещах, которые современный человек никак не может объяснить. Например, о телекинезе. Но главное, именно там, в хрониках Акаши, были сокрыты знания о том, как управлять смертоносным оружием богов. Если есть цивилизация, есть документы, связанные с этой цивилизацией, естественно, у любой цивилизации существует свои хранилища не одно, разумеется. И разумеется, такие хранилища существуют по всему свету, в том числе и в России и так далее, и тому подобное. Но что стало с этим хранилищем тайн? Его уничтожила глобальная война или стихия? Это звучит невероятно, но многие современные эзотерики утверждают, библиотека Акаши не исчезла. Она существует до сих пор. Но кто мог прикоснуться к этим тайным знаниям? В начале 20 века высокопоставленные ламы Тибета совершили тайное паломничество. Их экспедиция двигалась пешком строго на север, по меридиану 91-92 градусов восточной долготы. Но куда шли тибетские гуру? И какие тайны они хотели найти на русском севере? Если провести линию на карте от Тибета на север, то в Сибири она пройдет через горы западного Саяна. Здесь, где-то посередине между городами Абакан и Кызыл, находится горный массив под названием Ергаки. Именно сюда направлялись тибетские монахи в начале 20 века. Ергаки – это огромный комплекс сооружений. Это огромный подземный, иноземный город, который был уничтожен в результате каких-то боевых действий. То ли это термоядерное оружие, то ли это лучевое, но камни резали и плавились как хвост. Советский ученый Дмитрий Туэлла был первопроходцем в современном заповеднике. В составе экспедиции советских геологов-картографов он прокладывал тропы в тогда еще почти не освоенной Сибирской тайге. Именно его группа сделала сенсационное открытие на территории Ергаки. Он нашел два, две плотины он обнаружил. Мог быть собран объем воды, достаточный для снабжения города с населением 300 тысяч человек. По расчетам геолога Туэлла, свои города, белые боги, строили вглубь под землю, глубиной в 5-10 этажей. Для строительства выбирали скальные массивы, как наиболее устойчивые к землетрясениям и катаклизмам. Постройки они связывали подземными тоннелями. В транспортные шахты входили с поверхности земли с помощью отдельных входов, гладких колец диаметром в сотни метров. Произошло обрушение их сводов и, соответственно, весь этот курумник, который здесь разбросан, это остатки вот этих сводов, этих стен. Такое ощущение, что поверхность этих склонов, она оплавлена под воздействием какой-то высочайшей температуры. То есть сколько было вот этих вот помещений, производственных, жилых, там, или складских, или еще каких-то административных, может быть. Все они были уничтожены какими-то направленными взрывами. Столкновения двух конкурирующих земных цивилизаций, ариев, это предки славян, и темных атлантов, происходили с применением всех видов оружия. Ядерного, психического, тектонического и метеорологического. В результате многолетнего противостояния многие земли оказались непригодны для жизни. Существует такая версия, что это было какое-то термоядерное оружие, но точно утверждать мы не можем. Может быть, какие-то другие были плазменные удары, там, или лучевые, или еще какие-то магнитные, электромагнитные и так далее, большой мощности. Все может быть. Оружие богов, оно непредсказуемо. Исследователи неоднократно встречали в древних текстах описание оружия сверхлюдей. Внешне оно напоминало кристаллы, а его мощь была в 100 крат сильнее современных атомных бомб. Могло ли оно послужить источником гибели жизни на Земле? В древних ведах оружие богов описывается достаточно подробно. Брахмастра. Это смертоносное оружие было создано Господом Брахмой. Он использовал его для поддержания дхармы, религии и сачьи истины. Пущенная в ход брахмастра уничтожает не только людей, но и все живое, оставляя после себя бесплодную пустыню. Считается, что воспользоваться этим оружием можно лишь один раз. Но кто, арии или атланты, использовали смертоносное оружие богов? В общем-то, это мифологический источник и религиозный источник, но тем не менее он сохранил, что существует определенный тип оружия, который даже трудно как-то идентифицировать с позицией современной науки. То есть, там описываются виды оружия, когда они ярче вспышка дают тысячи солнц. Другой тип оружия – это какое-то термооружие, когда плавится все. Третий вид оружия – это когда похожий на радиоактивное оружие, когда, в общем-то, идет радиоактивное загрязнение. О невероятных технологиях, которыми обладали древние атланты и арии, можно найти упоминания в сказках русского севера. К слову, некоторые из них известны нам в переложении Пушкина. Так, в сказке о царе Салтане упоминается остров Буян. И тот же остров Буян, который существовал где-то посреди, как бы даже по одним данным, посреди Сибири, по другим, где-то на Урале был, а по некоторым даже по эту сторону Урала, впоследствии превратившись в другие какие-то неизвестные острова, ушедшие и под воду, и под землю. Все это вылилось в легенды о Светлояре, о подводных городах, Китежах, об острове Буяне. Но что если остров Буян действительно существовал и находился именно здесь, на территории современной Восточной Сибири? Ведь наши предки под островом могли подразумевать не физическое, а условное, метафорическое значение. Тогда древний город Сатат – это не что иное, как современный заповедник в Красноярском крае. Его сегодня называют Столбы. Территория, где, по мнению многих современных эзотериков, находилось место величайшей силы и хранилище тайных знаний наших предков Ариев. Остров знаний. Хранилище хроники Акаши. Огромный храм. Огромный не по нашим человеческим меркам, а огромный даже по меркам гигантам. То есть первый, второй, четвертый столб и третий столб – они были опорными стенами этого храма. А расстояние между ними порядка километра. То есть по одной из версий наших местных исследователей, которые, по их утверждению, имеют контакт с существами из других измерений, из других, так скажем, плоскостей пространства. Здесь, под столбами, до сих пор находится хранилище, древнее хранилище знаний. Здесь и сегодня необыкновенная природа. Но вспомните, ведь 10 тысяч лет назад это была территория субтропиков, а значит, настоящий цветущий сад. А то, что сохранилось до нас с тех времен, это лишь знаменитые скалы причудливой формы. Столбы, происхождение которых до сих пор не могут объяснить ни одни из современных ученых. Тогда где же знаменитый сказочный камень Аллатырь? Тот, что обладал невероятной силой Земли. Мощное разрушительное оружие. По мнению некоторых современных исследователей, это могли быть гигантские энергетические установки на основе кварца. Активированные, они могли передавать сокрушительную энергию на огромные расстояния в тысячи или даже десятки тысяч километров. Отношение вот этих валунов, вот этих камней, они создавали определенный энергетический контур, который позволял сфокусировать пучок сверхвысоких частот и направить его на нужную цель. Это такая своеобразная система ПРО была, то есть не просто ПВО. Вот, то есть увидели там, увидели Виману, раз, включили тумбля, тут из перьев в нее полетел какой-то импульс. Да, бездвижив ее посадил, либо уничтожил, разрушил. Камень Аллатырь, или мать всех камней, у предков славян считался центром Земли. Через самый прочный кристалл, как через проводник, из центра планеты он позволял высвободить энергию невероятной мощи. Быть может, это и было то самое оружие древних, которое привело к всемирной катастрофе. Да, 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 да. Энергетическая защитная установка противовоздушной обороны. При завершенной своей конструкции он должен давать сигнал, который достигает там орбиты, например, там 200 километров над Землей. Или там 300 километров. И причем не просто сигнал, а разрушающий их босс. Миллионы лет назад на Земле был один суперконтинент. Но в результате страшной катастрофы произошло смещение литосферных плит. И до наших дней сохранились шесть отдельных материков. Что же стало причиной таких изменений на нашей планете? Воздействие человека? Или наоборот, планетарные циклы, которые вызвали глобальный катаклизм? Там был взрыв минимум 6 тысяч мегатонн, который перевернул Землю через полюса и вышвырнул ее на другую орбиту. Удлинился год, удлинились сутки. При взрыве что произошло? Произошла волна цунами высотой примерно 10 километров, по всем океанам прокатилась. Смывая с берегов – все. Не оставляю ничего. 6 тысяч мегатонн – это ядерный взрыв, сила которого недоступна пониманию современного человека. Только представьте, от взрыва такой бомбы огненный шар достигнет диаметра в 12 тысяч километров. Это примерное расстояние от португальского Лиссабона до российского Мурманска. Огненный гриб поднимется в небо на высоту больше 114 тысяч километров. Это в сотни раз выше, чем средняя высота полета пассажирского лайнера. Для сравнения, самая мощная ядерная бомба, так называемая «царь-бомба», имела заряд в 60 раз меньше. Последствия такой катастрофы способны перевернуть Землю с ног на голову, сменить полюса и даже выбросить планету на другую орбиту. Планета тряслась. Там землетрясение не 12 баллов, она на все 20 были. Устояли только те сооружения, которые имели колоссальный запас прочности. Но что могло спровоцировать удар такой мощи? Было ли это вторжением из космоса? Или же сильнейший взрыв невиданного земного оружия спровоцировал катастрофу? Это оружие одного из великих правителей того времени, очень похожее на современные ракеты, потом стрелы Брахма и прочие вещи. А есть некоторые виды оружия, которые мы даже не понимаем. Они очень похожи на примерно геотектоническое. То есть говорят, что вот там древние наши предки, индийцы, они обладали знаниями. Прочитав определенную мантру, они вызывали сотрясение почвы, которая уничтожала целые города. В США ученые пришли к выводу. Для того, чтобы сегодня уничтожить все живое на планете, достаточно несколько мощных ядерных взрывов. Только взрывать бомбы надо на Луне. Именно изменение на главном спутнике Земли может привести к массовому вымиранию на нашей планете. Такое уже случалось 250 миллионов лет назад. Да, именно тогда суперконтинент разделился на 6 отдельных материков, и на Земле погибло 95% всего живого. Масштаб катастрофы был поистине чудовищным. Но что же произошло? Виной всему было движение Луны, и как следствие мощные и множественные разломы земной коры, из которых стало вытекать огромное количество лавы. Большая часть суши превратилась в пустыни. На нашей планете периодически происходят катастрофы, и эти катастрофы стирают с лица Земли животный и растительный мир, и таким образом биосфера обновляется. О причинах этих катастроф тоже есть разные мнения. Но можно предполагать, что в древности люди неоднократно заселяли эту планету, и само присутствие людей, антропогенный фактор так называемый, он пагубным образом сказывался на некоторых, как бы, в общем-то, биосферных явлениях. Впервые теорию катастрофизма выдвинул французский палеонтолог Жорж Кювье в конце 18 века. Он считал, что каждые несколько сотен тысяч лет на Земле происходит катаклизм планетарного масштаба, который уничтожает все живое, за исключением самых простейших. Попросту обнуляет планету. Но почему это происходит? И есть ли вина человека в том, что планета с заметной периодичностью пытается очиститься от следов его существования? Жизнь материи, живой, неживой, все происходит по определенным ритмам, циклам. Вот эта цикличность, которая и на Земле, и в космосе, в Солнечной системе, все это, естественно, влияет на человека, на любой живой организм. Когда уходят или начинаются новые геологические эпохи, все это, конечно же, отражается и на человеке, и на всем живом. Любой живой организм подвержен вот этим ритмам, этим циклам, которые существуют и на Земле, и в космосе. К такому же выводу пришел и астрофизик Стивен Хокинг. Он полагает, что причиной грядущей катастрофы могут стать ядерная война, неизвестный вирус или природные катаклизмы. Если так пойдет и дальше, то расставят все ледники в мире, и уровень океана поднимется на 6 метров, и начнется потоп. Погибнут все города, там Лондон, мой родной Ленинград, там Петербург и прочее, прочее. И человечество выберет, потому что расставят ледники, и будет уничтожена вся питьевая вода. Это предсказание похоже на описание конца света из древних трактатов. И во многом напоминает те катаклизмы, которые уже пришлось пережить нашей планете. Но что могло стать катализатором, запустившим всемирное разрушение? В древнем эпосе Махабхарата есть описание оружия бога Индры – Ваджра. Им бог-коралл-грешников уничтожает целые миры. Считается, что Ваджра – это субстанция, подобная алмазу, некий кристалл, способный разрезать любой материал, извергать луч подобной молнии и способный преодолевать миллионы километров на пути к цели. Ничего не напоминает? У нас здесь многочисленные изображения Махабхарата. Это камень с определенными, условно, скажем так, волшебными свойствами. Еще раз говорю, как предполагают, возможно, он в той же природе, что и камень, это некий метеор, с особыми магнитными, может быть, качествами и прочее-прочее. То есть вот что-то такого рода. Аллатр-камень наши предки изображали, как скалу на краю пекла, или как небывалые чистоты кристалл. Однако одно исследователям удалось установить точно. Именно мать всех камней связывала мир людей и богов. Это был белый или прозрачный камень, вызывавший огненную силу из самого центра Земли, или уже описанное в ведах оружие богов – ваджра. Мы запускаем какой-то природный процесс, который в локальной точке пространства делает большой бодобум. Оружие предков славян описывается как самое мощное в обозримой вселенной. Оно было способно разрушить и превратить в безжизненные пустыни не только Землю, но и другие планеты Солнечной системы. Но для чего мог понадобиться столь мощный поток энергии? Против кого и зачем его использовали предки славян? Земля – это своего рода форпост Марса. Поскольку атмосферы, такой пригодной для дыхания свободного, на Марсе нет, то совершенно понятно, что марсиане смотрели на Землю, как на такой вот второй дом. В противостоянии цивилизаций светлых Ариев и темных Атлантов не последнюю роль занимал бог войны. Об этом говорится в знаменитых свитках Мертвого моря. Разные народы давали ему разные характеристики, но всегда отмечали красный цвет, присущий божеству Марсу. Красная планета, пятая по счету от Солнца, ее называют красной изобилия ржавчины на ее поверхности. Но вот в чем вопрос – откуда на безжизненной планете появилась ржавчина? А как же кости доисторических животных, шлем воина, скелет динозавра, пирамида, аналогичная египетским – это далеко не все марсианские находки. 2 ноября 2016 года ученые обнаружили на Марсе шары с железа и никеля искусственного происхождения. Все это, пусть пока еще и косвенные, но все-таки доказательство, что когда-то на Марсе была разумная жизнь. Эти формы жизни не сильно отличались от видов, населяющих нашу планету. На Марсе у нас действительно развивалась жизнь на базе одной каких-то единых протоклеток. Это вот в районе 12-13 тысяч лет назад, видимо, началась колонизация или освоение построения вот этой двухпланетной цивилизации. Потом анализ катастрофических климатических явлений в районе 12 тысяч лет. Много признаков каких-то ядерных взрывов. Если мы, жители Марса, были когда-то единым целым, то что стало причиной гибели двухпланетной цивилизации? И почему именно нам, жителям Земли, удалось выжить в этом катаклизме? Многие миллионы лет назад в Солнечной системе было не 9, а 10 планет. И десятая, вернее, не десятая, а после Марса пятая планета была планета Фаэтон, которая по каким-то причинам раскололась. К сожалению, достоверных сведений по этому вопросу очень мало. Однако ученым удалось установить, что спутник Марса Фаэтон погиб в результате серии ядерных взрывов, которые, в свою очередь, вызвали гигантский потоп. Выжили только те жители Фаэтона, которые находились в этот момент в осваиваемых колониях. В частности, те, кто был отправлен на Землю. Получается, что Арии – потомки жителей Фаэтона, а гигантский потоп действительно мог быть вызван ядерной войной. То есть это была Курская битва доисторической эпохи. И даже те виды оружия, которые описаны в Махабхарате, если мы говорим о богах, то, значит, можем предположить, что применялось это оружие богов не с поверхности Земли, а вполне возможно, что оно из каких-то более высоких, либо со стратосферы, либо из открытого космоса осуществлялось. Атланты с Марса Арии с Фаэтона. А наша планета – всего лишь колония, которая вынуждена стала домом и для тех, и для других. И эти две цивилизации продолжили свое противостояние на Земле. В 2015 году наша съемочная группа отправилась в экспедицию по Средней Азии. То, что мы смогли обнаружить на территории современного Узбекистана, полностью перевернуло наше представление о существовании древних народов на этой территории. Какие сенсационные артефакты оказались там скрыты? И могут ли они пролить свет на тайну ядерной катастрофы, которая тысячи лет назад стала губительной для двух некогда могущественных цивилизаций? Узбекистан. Центр Козылкумской пустыни. 12 метров ниже уровня моря. Загадочное, забытое Богом место. Здесь находят артефакты, которым миллионы лет. Это Мингбулакская впадина, которая хранит много древних тайн. И главное, вот она, загадка так называемого каменного леса. На площади 30 квадратных километров расположены странные нагромождения. Официальная версия – это окаменевшие останки древнего леса. Но то, что обнаружила наша экспедиция, переворачивает все старые гипотезы и теории. Вот это маленький тик-титик, разрезанный или расколотый пополам. И в нем видна структурка его. А снаружи он был шариком, вот таким оплавленным кусочком. Такие же возникают при ядерных взрывах. И находятся при всех котлованах, где испытывается современное ядерное оружие. Это кажется невероятным. Никаких ядерных испытаний ни в 20-м, ни в 21-м веке здесь не проводилось. Тогда что же превратило эту часть суши в выжженный и малопригодный для жизни ад на земле? И могли ли здесь жить люди? Люди живут в пустынях, люди живут в болотах, ну, везде живут. Не говоря уже о тех местах, где хорошо жить. В степях, в лесах и прочее. Поэтому какая-то вот катастрофа, даже, не знаю, атомная война, она всех не уничтожит, кто-то останется. 300 тысяч квадратных километров – практически мертвой земли под палящим солнцем. Здесь выживают только самые неприхотливые и приспособленные к жесточайшим условиям формы жизни. Человеку находиться здесь длительное время не просто тяжело, но и опасно для здоровья. Неудивительно, что это таинственное место – одно из наименее изученных на нашей планете. Дело в том, что когда-то эта территория была цветущим оазисом. Здесь была богатая растительность и большое количество различных животных и прекрасный тропический климат. Бурные реки протекали по территории нынешней пустыни. Здесь было одно из многих мест, где жили наши предки – Арии. Еще в начале 17 века итальянский историк Мавро Арбини в своей книге «Славянское царство» написал «Славянский род старше пирамид и столь многочисленен, что населил полмира. Частью этой половины мира были и территории современных Узбекистана и Таджикистана. То, что в первых веках до нашей эры назовут харизмийским царством». Провели мы в Узбекистане примерно неделю, обследовали порядка десятка крепостей. И вот уже буквально первые крепости преподнесли ряд странных таких вот загадок, которые потом оформились в определенную гипотезу или теорию. Ну, во-первых, надо понимать, что крепости седны очень древние, порядка двух тысяч лет. За это время они потихоньку сами разрушались под воздействием ветра, снега, осадков. Но некоторые разрушения крепостей вызвали очень много вопросов. В принципе, что мы и начали проверять. Эти руины – то, что осталось от древнего харизма. Предки харизмийцев, высокие и голубоглазые арии, пришли сюда с северных земель Восточной Сибири. Но почему именно здесь они решили остановиться? Историки связывают неожиданную стоянку с благоприятным для жизни и земледелия климатом. Неудивительно, что харизм так и переводится – земля-солнце. То есть температура 25-30 градусов, росли пальмы, зрели авокадо, манго, жили черепахи, крокодилы. И это доказано очень хорошо бурением. Но как в одно мгновение оазис превратился в мираж, а цветущий сад – в сухую и растрескавшуюся землю? Исследователи древних цивилизаций уверены – это был удар сверхмощного кристаллического оружия. Того самого, каким обладали Атланты и Арии. А значит, город, тысячи лет назад простиравшийся на десятки километров современной пустыни, был просто стерт с лица земли в результате ядерной атаки. То есть там характерное такое пузырение на поверхности. А начали уже общаться с местными жителями. Потому что понятно, что историки нам преподают, скажем так, линейную модель развития истории. То есть чем глубже, тем примитивнее, соответственно, о каком разговор может быть мощным оружием. Максимум, что там они могли взять бревно и начать стенку бревном бить. Ну или сделать какую-нибудь там мортиру, катапульту, закидывать камнями. Но с помощью того примитивного, по мнению историков, оружия невозможно было сделать такие разрушения. Действительно должна быть какая-то очень мощная ударная волна. Историки называют и другую причину миграции. Падение загадочных метеоритов и небесные молнии. Очевидно, что подобным образом в различных культурах описывались события глобальной войны двух цивилизаций. Ведь следы похожих сверхмощных атак, как нам уже известно, сохранились не только здесь, но и в других частях нашей планеты. Мы имеем, во-первых, источники. Источники мифологические. Которые рассказывают о войне богов, войне людей богов и так далее и тому подобное. Что, какие основные источники здесь можно привести сразу же. Ну это древний индийский эпос Махабхарата, Махабхарата, Ромаина и так далее. Один из очень серьезных источников – это корпус апокрифических текстов, псевдоэпиграфических, так называемой книги Еноха. В которых рассказывается о жестоких взаимоистребительных войнах. Война между Ариями и Атлантами, несомненно, нанесла серьезный ущерб нашей планете. Использование ядерного оружия изменило естественные природные процессы и в конечном итоге вызвало всемирный поток. Мы находим видимые доказательства страшного боя. Грунт покрылся коркой, как будто из стекла. Что же могло настолько изменить почву и превратить некогда цветущие земли в выжженную пустыню? Мы когда на машине подъезжали к этой местности, обратили внимание, что вершина вот уже основания вот таких горок, где стоят крепости, они почему-то темные. Понять не могли, что такое. Потом уже, когда ножками туда дошли, обратили внимание, что вся вершина и близлежащие окрестности в радиусе где-то полукилометра усыпаны какими-то очень странными такими, ну, не то черепками, не то какими-то оплавленными непонятными фрагментами. Начали смотреть. Да, действительно, оказалось, что это некие оплавы песка. То есть фактически было какое-то очень сильное температурное воздействие, и весь песок, вся почва, вся порода вокруг крепости спеклись в такую маленькую корочку. Причем некоторые артефакты, вот видно, что даже песок кипел. Очевидно, что все эти постройки, а также фрагменты почерневшего и испекшегося грунта – не что иное, как последствия мощного удара. Откуда еще могла взяться такая температура? Вот если посмотреть на это место со спутника, а мы сейчас находимся вот в этой точке, прямо на границе Большого Вала, то вот все вот это место – это классическая воронка диаметром примерно километров 10. Что это было, непонятно. Или это был воздушный какой-то ядерный взрыв, что, кстати, очень похоже. Речь шла о каких-то очень, очень каких-то уж планомерных каких-то действиях, каких-то сил, так скажем, бока, которые выясняли между собой отношения к Земле. Причем район совершенно не имел значения здесь. Была ли это, скажем, какая-то далекая Полинезия, до которой даже на самолете сегодня лететь там трое суток, если уж так брать, или это была Центральная Европа, или это была Северная Африка, или, наоборот, Северная Америка. То есть везде, везде видны следы какого-то странного воздействия на природу. По мнению историков, катастрофа на этой территории произошла примерно 5-6 тысяч лет назад. Удивительно, но легенды о Великой войне сохранились и у коренных жителей Узбекистана – Каракалпаков. В мифологии вот этого каракалпакского народа действительно хранятся легенды, именно связанные с какими-то древними войнами. Там есть целое у них предание о том, как на их земле сражалось войско великанов с войском людей, применяли какое-то непонятное оружие, причем великаны эти могли брать огромные камни, бросать в стены, за один, скажем так, выстрел убивать целый город. Но, естественно, надо понимать, что мифология могла немножко преобразить те древние события, которые там происходили, и великанам мог быть какой-нибудь древний механизм, которые действительно подвозили к этой стене, или что-то там осуществляли, какие-то деструктивные действия. Снова обратимся к древнейшему эпосу Махабхарата. В нем рассказывается об оружии, заряженном силой всей Вселенной. Его мощность была такова, что вода моментально испарялась, а рыбы обугливались. Похоже, что именно таким оружием и была поражена эта часть суши. Такое количество гигантских кратеров диаметром под 20-30 километров каждый. Они должны были просто свести Землю с орбиты и изничтожить ее на Земле. Как крутилась, так она и крутится. Очевидно, что древняя арийская раса в результате продолжительной и испепеляющей войны была вынуждена покинуть и это место. Она продвигалась на юг, поэтому столько упоминаний о белых богах с севера именно в индийских и персидских сказаниях. Но стало ли это последней точкой перемещения великой цивилизации? Древние тайны зачастую открываются тем, кто внимательно относится к фактам. В славянской мифологии одно из центральных мест занимает бог-громовник Перун. С помощью каменного крестообразного молота он рассекал облачные скалы, выбивая из них огненные молнии. Эта древняя легенда – ни много ни мало зашифрованное послание потомков. Древние арии, проживавшие в некогда цветущей гипербореи, во время войны с атлантами были вынуждены применить свое оружие, которое защищало их от агрессии соседей. Но были ли они готовы к полномасштабной войне? И не стало ли использование сверхмощных технологий причиной глобальной природной катастрофы? Ну вот, свидетельства Великого потопа, они сохранили реальную геологическую катастрофу, которая была. И эта геологическая катастрофа свидетельствует о том, что, возможно, имел место антропогенный фактор, ну и вероятность атомной войны или какой-то иной войны глобальной в этот момент нельзя исключать, по крайней мере. Мать камней, камень Аллаты, оказался настолько сильным оружием, что в момент Великого противостояния поразил не только территории врагов, на которых мы до сих пор находим запекшиеся и окаменевшие породы, но и находящиеся на околоземной орбите космические тела. Падение осколков, в том числе и отколовшихся в свое время от Фаэтона, сделало свое дело. Огромные метеориты, поразившие Антарктиду и другие континенты, стали причиной будущего всемирного потопа. К этому добавилось и изменение всей структуры планеты после невероятных по мощности взрывов. Потоп всего лишь стал финалом гибельной войны. Знаете, вот по виду воздействия, если действительно мы говорим о каком-то древнем оружии, очень похоже по воздействию, это вот примерно на то, что в свое время делал Тесла. Это некие виды энергетического оружия. То есть понимание, скажем, природных факторов, природных феноменов и умение использовать вот именно силу окружающего нас пространства для создания вот таких разрушительных факторов. Волны высотой в несколько сотен метров смывали все на своем пути. Миллионы людей, города и страны. Все это на долгое время ушло под воду, став достоянием истории. Но удалось ли кому-то спастись? Первые лет, несколько лет им было вообще недавно, только выжить было. Потому что изменение всего. После такого вот самого, по расчетам ученых, на 2000 лет пасмурное небо и так далее и тому подобное. Природные катаклизмы редко происходят в одиночку. Единая экосистема в глобальном масштабе запустила цепочку непредсказуемых и губительных для человечества процессов. В древних сказаниях можно найти упоминания не только о вышедших из своих границ водоемов, но и сильнейших кислотных дождей, спрятаться от которых можно было только в скалах и подземных укреплениях. Отзывается это и землетрясение, и извержение вулканов. Поэтому не случайно во многих легендах древних говорится о каких-то бедах, в том числе и о потопе, что, скажем, был удар из космоса, яркая звезда упала на Землю, началось землетрясение, извержение вулканов и затем и потоп. Косвенные доказательства всемирного потопа до сих пор находят по всему миру. Высоко в горах видно, как, спасаясь от наступающей воды, животные сплотились, пытаясь выжить. Как они могли там оказаться? Какой неведомой силой их туда забросило? Или же уровень воды на всей планете поднимался настолько, что самые высокие точки планеты оказывались ниже уровня ватерлинии? Мне приходилось видеть и в Саянах, значит, на Кавказе, пещеры, скажем, где рядом кости хищников и, скажем, какие-то жвачные животные, травоядные. И ученые считают, что это было паническое бегство животных и хищных, и травоядных, которые просто спасались в горах от мощнейших там наводнений, и поэтому какое-то время могли обитать вот вместе. Вода усилилась и весьма умножилась на земле. Земля погрузилась во мрак, и все люди потонули в потоках ливня. Так повествует о потопе Ветхий Завет. Это кажется невероятным, но современные ученые подтверждают. Тысячелетия назад потоп действительно был, и библейское писание недалеко от истины. Произошла какая-то катастрофа на земле, связанная с каким-то сдвигом, может быть, земной оси, может быть, столкновением с каким-то телом. Никто до сих пор толком не знает, как ни странно. Все занимаются этим вопросом, никто не может ответить причины Великого потопа. И то, что там Ной, например, по легенде построил какой-то корабль, это абсолютно верно. То есть были огромное количество всевозможных реконструкций этого нового ковчега. Он действительно поплывет. История всемирной катастрофы изложена в 250 версиях. Упоминание мирового потопа можно найти практически во всех эпосах мира, от народов Латинской Америки и до Ближнего Востока. И все-таки самой известной остается версия событий, описанная в Ветхом Завете. Человеку по имени Ной пришло предупреждение от Бога о грядущем потопе. Поэтому мужчина построил огромный корабль, ковчег. На нем 8 человек и несколько сотен видов животных. Конечно, эта история и сейчас может показаться скорее фантастической. Ведь для того, чтобы разместить такое количество живых существ, потребовалось бы невероятное по своим масштабам содно. Так что же это, миф? Или же интерпретация каких-то других событий, которые вполне могли бы существовать? Ну, практически вот легенды о потопе я встречал на всех континентах, во всех странах. Как получилось, что практически у всех народов мира сохранилась идентичная история о глобальном катаклизме? Возможно, сегодняшние мифы и легенды – это самое прямое доказательство существования белых богов севера Ариев. Ведь истории из уст в уста могли рассказать лишь те, кто пережил катастрофу. Но как именно нашим предкам удалось спастись? И какой стала наша планета в дни после апокалипсиса? Некоторые современные ученые придерживаются версии о смещении магнитных полюсов Земли. Иными словами, нашим предкам, арийцам, пришлось пережить не только повсеместное наводнение и множественное извержение вулканов, но также и гораздо более серьезные изменения в климате и атмосфере планеты. Из-за воды, мути, грязи и тому подобное оказалась совершенно загрязнена атмосфера, солнечный свет не проходил сквозь нее, то есть практически на Земле была темнота, мурак, что угодно. То есть целый век на Земле невозможно было ориентироваться по Солнцу, поскольку у нее было видно. Но как наши предки смогли выжить на планете, лишенной солнечных лучей? Что произошло с великими империями светлых Ариев и темных Атлантов? Где сегодня хранятся хроники Акаши? И кто может найти путь к тайным знаниям? Чтобы узнать, как выжить после глобального наводнения, мы отправились на поиски сакральных знаний Ариев. За великой тайной. Предвидя надвигающуюся катастрофу, наши предки продумали пути отхода. На горных склонах и в глубоких пещерах они построили свой, новый, недоступный обычным людям мир. И все эти города были связаны дорогами. Они не просто дороги, это была сеть. Это была единая система, которая работала как один единый организм по всей Евразийской степи. Это кажется невозможным, но похоже, прямо у нас под ногами кипит совершенно другая жизнь. Польский исследователь Ян Паинг утверждает, под землей есть мир с огромными городами. В пять-десять этажей, богатые пресными водоемами, оснащенные целой цепью транспортных тоннелей, опоясывающих весь земной шар. В Саянах существует жилой город, они живут до сих пор там. У нас очень много пещер есть, очень длинных пещер в Баджейском районе. Я когда начал изучать их направление, они все ведут свое направление на Кутурчинское Белогорье. И по ряду признаков Кутурчинское Белогорье имеет под низом огромные подземелья, не разрушенные, не уничтоженные. Ну и с большой долей вероятности, что кто-то там до сих пор существует. Туннели и галереи сейчас простираются на тысячи километров на Алтае, в Пермской области, на Урале, на Тяньшане, в Южной Америке и Сахаре. Подземные строения, найденные спиреологами в разных точках Земли, как две капли воды похожи. Современные исследователи полагают, они созданы архитекторами единой, мощнейшей цивилизации – ариями, нашими предками. Туннели эти на протяжении десятков километров буквально под землей тянутся под всей Центральной Европой, там от Шотландии до южных средиземноморских стран с небольшими выходами на поверхность. Есть они у нас в стране тоже под европейской частью и в Сибири, и на Кавказе. В Южной Америке они под всеми андами, кордильерами проходят. Вот Австралию еще не проверяли, но наверняка есть там. То есть это какая-то альтернативная наша земля, так скажем, подземелье вернее, альтернативное человечество или античеловечество. В разных частях света археологи находят настоящие подземные города. Каппадокия в Турции, Хуашанские пещеры в Китае. Эти творения, кажется, даже с помощью современной техники нужно возводить целые десятилетия. Интересная деталь. В подземных сооружениях разных стран исследователи находят артефакты, прямо указывающие на происхождение их строителей. Особенно в Турции мы наблюдали очень часто на стенах солярные символы. Это калаврат, это знак Перуна. Были какие-то очень интересные письмена, которые выбиты в стене, причем неизвестно какого возраста. Перун – бог-громовержец в славянской мифологии. Как и все боги славян, он имел собственные знаки, связанные с его деятельностью и ореолом обитания. Такие находки могут значить только одно – здесь побывали представители расы белых богов. Помимо вот этих вот подземных городов, ходит уже предание о том, что существуют и более крупные подземные города, которые находятся под теми подземными городами, в которых возят, например, в Турцию туристов, которые в Крыму можно посмотреть, например, в Чфут-Кале, или, как считается, там есть туннель, который ведет на глубину несколько десятков, по-моему, 70 метров под Чфут-Канелью. И там есть история, что за стеной в этом туннеле вход открывается в более крупный подземный город. Совершить путешествие к центру Земли – давняя мечта многих ученых. Американцы развивали океанские буровые. Если начинать на дне, легче добраться до Мантии. Но мистическим образом все проекты останавливались на глубине трех километров. Укус комара в масштабах земной коры. Именно в этот момент бурые внезапно ломались. Самую глубокую в мире скважину удалось пробурить геологам на Кольском полуострове. Кольская сверхглубокая скважина расположена там, где находится Балтийский щит, сложенный из древнейших пород. Первые же работы, которые произошли, дали удивительные результаты, потому что они опровергли все те представления о внутреннем строении Земли, которые существовали до этого. Потому что те слои, которые должны быть внизу, находились вверху, те слои, которые должны быть вверху, находились внизу. И появляются такие слои, которых в принципе быть не могло. На глубине 10 километров подземелье будто начало сопротивляться давлению сверху. Дважды бур поднимали расплавленным, хотя по теории воздействовать на него могла разве что температура поверхности Солнца. Однажды трос будто тернули снизу и оборвали. Остатков найти так и не удалось. Но закрыли скважину не из-за участившихся аварий и технических проблем. В 95-м мир облетела сенсация. Советские буровики докопались до преисподней. На глубине 12 километров микрофоны записали странные звуки, напоминающие крики и стоны. И Академия наук, у них свои планы работы, свои зарплаты, свои кандидатские, докторские степени. И поэтому любое вмешательство, любое нарушение этого хода типа научной деятельности, вот оно им ни к чему. Поэтому специально включаются какие-то силы, силы контрпропаганды, как это всегда было во всех странах, при всех правителях, сегодня тоже. И специально говорится о том, что это все фейк, как сейчас модно говорить, и что это проделки интернета. Этот грот в Челябинской области был открыт сравнительно недавно. Словно специально спрятанный от посторонних, в своих глубинах он скрывал целый город. Здесь отчетливо видно несколько входов в подземелье. Вход в пещеру начинается с ледника, 12 метров спуск ледника. И потом идет галерея, и далее три больших зала. Это зал молчания, там еще один зал, там, блуждающий. И все они соединяются узкими проходами, галереями. Там надо будет где ползти, где в полроста идти, где в некоторых местах можно в рост. Но основные залы, которые находятся там, они вот таких больших объемов, типа футбольного поля. Вот этот ледник был заткнутый много лет. Он стоял лет пять, наверное, непроходимый. Он полностью зарос вот так вот. И пещера отдыхала пять лет. Потом опять прорубили окно, и оно начало обтаивать немножко. Это вырезанные в скалах образования, ступени, ниши, какие-то котлованы, колодцы, которые переходят в подземные сооружения. Археологи очень просто говорят, это каменоломни и гробницы. Но когда внимательно изучаешь, это никакие, конечно, не каменоломни, это никакие не гробницы, это подземные города. Пещера огромна, и у нее есть несколько входов. Древние архитекторы позаботились обо всем. Вероятность второго входа в пещеру вот здесь вот. Сам основной вход уходит в ту сторону, а вот с этой стороны тоже идет вот испарение. Тут пытались вот чуть-чуть копать, но это бросили почему-то. Скорее всего, если здесь вот раскопать, то явно будет второй вход. Потому что видно, вон, какое испарение. Это тепло выходит с каких-то пустот. Полностью изучить систему тоннелей грота с пелеологом пока не под силу. Что скрывают таежные хребты Урала, все еще остается загадкой. А это уже горы Крыма. Поговаривают, подземные туннели ведут на Кавказ. Здесь очень много прорезов скал. Здесь можно пройти полностью все скалы, до самого веселого. Семь километров можно под камнями пройти. Очень много подземных ходов, подземных рек и озер. Еще до потопа наши предки Арии знали о нашей планете намного больше нас. Но делиться знаниями с чужаками не хотели. И если верить современным ученым, все это не погибло в момент катаклизма, а наоборот, помогло нашим предкам выжить и сохранить свое наследие. В 2016 году наша съемочная группа отправилась в экспедицию в Крым. Спуск в шахту студенческая стал главной целью нашей поездки. То, что нам удалось найти в стенах пещеры, полностью меняет представление о наших предках. Шахта студенческая не нанесена на карте. Сюда не водят экскурсии. Загадочные послания наших предков Ариев, сакральные рисунки – возможно, один из тех ключей, которые позволят современному человеку стать ближе к разгадке тайны прошлого. Сама по себе шахта – мрачный глубокий колодец, похожий на вход в преисподнюю. Местные верят, он является порталом древних людей в царство мертвых. Есть предположение, что это верование древних народов в три солнца. То есть древние языческие племена верили, что на земле существует три солнца. Небесное солнце, земное солнце и подземное солнце. Вот мы и внутри. Вся стена испечрена странными символами. Что означают эти знаки? Это корабль. Это караканы. Сейчас, сейчас, подожди. Непонятный летающий объект. Видите, как говорят, что типа скафандр, крылья. Вот летающая тарелка. Летающие объекты и скафандры. Подобные рисунки встречались в гробницах племени майя. Многие чудесам света приписывают космическое происхождение. Сейчас принято говорить, что, может быть, это были какие-то инопланетные цивилизации, которые тут же срывались и улетали в космос. Но есть вероятность того, что они не в космос улетали, а уходили действительно под землю. Некоторые ученые полагают, что сложные для нас в интерпретации рисунки на самом деле обычная схема маршрутов, как в современном метро или наземном транспорте. Возможно, за этими символами скрывается главная тайна Ариев — карта к загадочной стране Агартии и городу тайн Шамбала, или Шангрила, как называют его некоторые народы Азии. На территории Крыма каждый год находят странные объекты — антенны, направленные вглубь Земли, изображения космических кораблей, летящих внутрь пещеры. Возможно, артефакты и памятники не просто исторические находки. Скорее всего, эти знаки наши предки оставили нам для того, чтобы спасти нашу цивилизацию от ожидающих нас природных катаклизмов. Мы не могли вычислять даты каких-то катастроф или чего-то, чего-то, чего-то. Может, у них там как сейсмограф на сегодняшний день могут предсказывать землетрясения. Мы не знаем, что были за технологии. Поэтому, но, понимая, что постоянно происходили катаклизмы на планете Земля, вероятнее всего, были какие-то пути отхода. По преданиям, система туннелей белых богов Севера уходит на Кавказ и даже окутывает весь земной шар, а одна из узловых станций находится в Крыму. Легенда не указывает точное местоположение ворот в подземный мир. Однако есть версия, что древний колодец Тик-Кую в Крыму может быть одним из главных входов в подземелье. Ощущение того, что мы вторглись на чужую территорию, где нам не рады, не покидает. Около двух километров мы движемся по прямой. После, на глубине 25 метров, нам открывается вход в наклонную галерею с вырубленными в полу широкими ступенями. За ней начинается винтовая лестница, уходящая от портала галереи в недра земли. Внутри колодца ученые обнаружили древние наскальные рисунки. Ну, видите, здесь какие-то пока еще неразъясненные. Вот это предполагает, что чуть ли не скоропей. Но опять же, еще не изучено. Пока-то с чего, так сказать, в моменте изучения. И, так сказать, еще многое предстоит нам узнать. То, что мы видим сегодня, это лишь малая часть подземного города. Как будто жители подземного мира сами закрыли ход дальше. Второе июня 2015 года. На 427-м километре трассы Кавказ близ селения Исламей было найдено тело человека. Скандал случился после того, как его опознали. Артур Жемухов – известный кабардинский спелеолог. Именно он обнаружил в горном массиве Хара-Хора неизвестную ранее пещеру небывалой глубины, секрет которой тщетно пытаются разгадать ученые всего мира. За несколько дней до гибели Артур сообщил друзьям. Он на пороге потрясающего открытия. Кому или чему могли помешать исследования спелеолога? К каким тайным он успел прикоснуться и навсегда унес с собой? Мы работаем на глубине 80 метров, но это еще не конец пути. Это одна из последних прижизненных съемок Артура Жемухова. Незадолго до трагедии Артур рассказывал о совершенно невероятных фактах, которые ему удалось установить. Основной целью этого поиска найти зал знаний, который находится под землей. который спрятан. Причем спрятан умышленно. Возможно, что мы имеем дело со входом в подземный мир. Исследователи не сомневаются. Эта шахта рукотворная. Она сложена из гладко вытесанных и идеально подогнанных друг к другу каменных блоков и напоминает гигантский вентиляционный корм. Технология строения очень схожая с шахтами Урала, Алтая и Крыма. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, что у всех этих конструкций был один и тот же архитектор. Работать пришлось около трех месяцев. Где-то около десятка спусков занял только вот этот переход. Он оказался самым тяжелым из всей линии шахты. Исследователь аномальных явлений Вадим Чернобров не раз бывал в экспедициях на Харахоре. Он лично знал первые открыватели уникальной шахты Жемухова. Ситуация сложилась так, что на это технологическое сооружение мы проникли через печную трубу. Условно, конечно. Хотя на самом деле нужно было бы проникать через парадный вход. Но вот этой самой заводской проходной мы до сих пор не нашли. Хотя и пытаемся проникнуть через склоны горы, прозондировать это место с помощью геолокатора. Артур Жемухов был уверен, найденная им шахта – путь в гигантский подземный город, туннели которого простираются до самого Эльброса, а возможно и дальше. И там, на дне, хранятся загадочные артефакты, спрятанные представителями древней расы белых богов, наших предков – ариев. Подтверждение догадкам спелеолога Жемухова приходят со всего мира. Вот недавнее открытие германских ученых. Вся Европа пронизана сетью подземных тоннелей. Они простираются от Шотландии до Турции и им не менее 12 тысяч лет. Тоннели сравнительно узкие, около 70 сантиметров в ширину. Этого как раз достаточно, чтобы в них мог передвигаться человек. Иногда встречаются маленькие комнаты, камеры для хранения и даже подобие сидений. Археолог Генрих Куш и его коллеги лично исследовали гигантские отрезки подземных ходов под Баварией и Австрией и утверждают, что это лишь части еще более масштабных сооружений. Все сделано какими-то средствами, способами, неизвестными нам сейчас. То есть как сделаны некоторые стены, там здания у нас в Африке, в Зимбабве, например, или в Тилуанако в Центральной Америке или в Мачу-Пикчу на юге, в Перу, так и вот там какие-то неизвестные мастера делали эти ходы, которые уходили под землю буквально в никуда. Это говорит о том, что совершенно неисследованная область как бы и геологии, и палеонтологии, и археологии существует и до сих пор ничего в этом плане не делается. И еще говорит о том, что у нас есть соседи. То, что под землей есть многочисленные пустоты, предполагали выдающиеся мыслители разных эпох, от Платона до Ломоносова. В 1644 году знаменитый ученый и философ Рене Декарт выдвинул предположение. Внутри нашей планеты находится еще одна своего рода планета, а между ними существует полая оболочка, которая выполняет функцию прослойки и транспортной развязки. Это была так называемая теория полой Земли, которая положила основу изучения подземной цивилизации. То, что сегодня может звучать фантастически, еще 70 лет назад никому не казалось странным. В фашистской Германии 30-х и 40-х годов теорию полой Земли преподавали в школах, а лидеры Рейха на ее основе даже пытались строить свою военную доктрину. Эдмунд Галей, английский астроном, прославился не только тем, что открыл самую известную комету Солнечной системы. В 1692 году он подробно описал внутреннее строение Земли. По словам Галея, она подобно матрешке состоит из вложенных друг в друга сфер, каждый из которых обитаема и с той, и с другой стороны. Еще ученый предполагал, что эффект северных сияний не что иное, как свечение подземной атмосферы, которая в местах утончения коры прорывается наружу. Показания очевидцев, которые побывали в таких подземных городах, встретили там каких-то людей с одной стороны, которые имеют белые кожи, светлые волосы, голубые глаза, живут при искусственном свете, выращивают растения. И вот недавно Сноуден тоже, опять-таки, в иранской какой-то газете появилась информация, якобы он сказал, что реальные правители Америки являются белые, которые выходят из туннеля в Неваде, и дают указания, как там править миром. До этого, вроде бы, адмирал Берт с ними встречался в Антарктиде, описывая этих вот высоких белых, которые находились. Знаменитый математик Леонард Эйлер утверждал, внутри нашей планеты есть своего рода гигантский раскаленный шар, что-то вроде солнца для подземной цивилизации. О том, что она действительно существует, говорят многочисленные свидетельства. И даже при их беглом анализе становится очевидно. Центр подземного мира мог находиться на севере. А вот что увидела аппаратура космического спутника СС-7 в 1968 году во время пролета над Северным полюсом. Снимки уникальны, ведь большую часть времени земные полюса скрыты плотными облаками, но на этот раз небо оказалось ясным. Спутник НАСА обнаружил огромную дыру, дыру над Северным полюсом, существование которой в принципе, наверное, просто невозможно. Это был огромный кратер, и, собственно, что было там внутри, было абсолютно непонятно. Это, конечно, потом пытались неким образом опровергнуть, сослаться на какую-то игру света, преломление еще чего-то, но тем не менее, это задокументированный факт. Веками путешественники пытались разыскать внутренний мир Земли, таинственную страну Агартии и ее столицу Шамбалу, царство вечного счастья и мудрости, созданное белыми богами Севера, нашими предками, арийцами. Русский путешественник Николай Пржевальский рассчитывал обнаружить вход в Шамбалу в Китае, Индии и Тибете. Поляк Фердинанд Осиндовский в Монголии. Часть белых богов основала царство Шамбала и выбрала созерцательный путь за развитием человечества, а потом писал потом польский следователь Осиндовский, что именно оттуда царь мира как бы в курсе всех земных дел управляет развитием человечества. Но все считается традиционно, не традиционно, вернее, по интерпретациям во многом индийских преданий, что это где-то вот произошло так далеко, где-то 3-4 миллиона лет назад, и с тех пор вот эти вот существуют. Часть белых богов расселилась по земле, часть ушла под землю. Одним из посланников Шамбалы в Верхний мир считают русского философа-мистика Николая Рериха, посвятившего десятилетия поискам и изучению загадочной страны. Он утверждал, царство Агарти находится на севере, возможно, в районе Ледовитого океана. Об этом же не раз говорил и настоятель одного из тибетских монастырей, духовный учитель Лама Санг. Восточный мудрец указывал, Агарти можно достичь, если лететь из Индии на север в течение 7 дней. У них есть материальное как бы обоснование, у каждой земли свое, но здесь вот, конечно, что касается Шамбалы, то какое-то тяготение все время было таким магнитом для ее поисков. Был почему-то всегда Тибет. И Тибет, Гималай, вот эти вот места Центральной Азии, и самое интересное, что входы в эту Шамбалу искали по всей Земле на протяжении всех, ну, на протяжении десятков лет практически. Искали все. Северные ворота в подземный мир, где скрыта цивилизация наших предков Ариев, искали тысячи исследователей. Но удача улыбнулась лишь немногим. Один из них – всемирно известный авиатор и полярный исследователь Ричард Берт. Американский контр-адмирал прославился в 1929-м, совершив первый в истории перелет над Южным полюсом. После смерти адмирала был найден личный дневник, в котором путешественник описывал события, произошедшие с ним 19 февраля 1947 года во время полета над Северным полюсом. Он пролетал на своем самолете и, собственно, немножко отклонился от курса. И его засосало в эту воронку. Он, собственно, даже не понял, как это произошло. То есть это не была воронка, это была некая просто небольшая смена декораций. Ссылаясь на бортовой журнал, летчик рассказывает, как ранним утром вылетел с арктической базы с полным баком горючего. В 9 утра все компасы на борту вышли из строя. Машина едва поддавалась с управлением. И внезапно изменился пейзаж за окном. Он следовал просто по тому маршруту, по которому он шел. Но он оказался в том месте, где, в принципе, он оказаться не мог. С абсолютно другой экосистемой, другой погодой, температурой и другими населявшими собственно это пространство существами. Горный хребет, потом зеленая поляна и ручей. Берт не верил своим глазам. Ведь внизу только что была ледяная пустыня. Цвет здесь кажется другим. Я больше не вижу солнца. Мы делаем еще один левый разворот и замечаем нечто вроде большого животного под нами. Похоже, что это слон. Нет, он больше похож на мамонта. Невероятно. Но, тем не менее, это так. Дневник Ричарда Берда. Дневниковые записи Берда все больше напоминают фантастический роман. Он описывает странные летательные аппараты, окружившие его воздушное судно. Посадили его самолет и он спустился туда вглубь Антарктиды в одну из полостей и встретил в светловолосых каких-то белокожих людей, которые ему рассказали о том, как плохо значит, ведет себя наша цивилизация, что войны там, страдания и что вот как правильно у них устроен мир. Показалось, что глаза хозяина проникли в мой разум и после некоторой паузы он продолжил. Ваша раса достигла точки невозвращения, так как среди вас есть такие, которые скорее уничтожат весь ваш мир, чем откажутся от своей силы. Дневник адмирала Берда. Удивительно, но слова адмирала Берда в точности повторяют то, о чем рассказывал норвежец Олаф Янсен за 50 лет до полета на Северный полюс. Олаф утверждал, что вместе с отцом побывал в неведомом мире, где обитала высокоразвитая цивилизация светлых людей. Северные боги общались между собой телепатически и перемещались на дискообразных летательных аппаратах. Очутиться в подземном царстве Янсеном посчастливилось во время плавания на север. Они провалились в дыру около Северного полюса, а через два года вышли на поверхность уже в Антарктиде. Свой рассказ Олаф Янсен подкреплял множественными дневниками и картами маршрутов. Если дневники адмирала Бёрда и норвежского моряка Янсена не врут, то несложно догадаться, что именно так усердно ищут в Антарктиде ученые. Однако, если подземный мир охватывает территорию всей планеты, значит, помимо главных парадных ворот должны существовать и другие входы в подземелье. Бережив страшнейшее противостояние силам зла и всемирный потоп, наши предки Арии ушли под землю, унеся с собой сакральные знания, бережно храняя их от нас, людей. В Шамбале белые боги построили храм знаний, но так ли недоступны нам древние секреты? В это сложно поверить, но и сегодня Арии готовы выйти навстречу людям. Эти контакты случаются на темных таежных тропах Сибири и Урала, и чаще всего мы оказываемся к ним не готовы. Чудьи-люди или шурале так называют Ариев местные жители таежных деревень Севера. Лесной дух его описывали по-разному. Одни говорили, он был покрыт шерстью с ног до головы, и был он в сером облачении. Другие говорили о шурале, что он был черен, как ночь. Говорили о том, что они высокого роста, до трех метров в высоту. Другие говорили, что они не так высоки, чуть выше, чем человек, но коренастые очень. В своих рассказах путешественники вспоминают шурале как спаситель. Они помогают потерявшимся путникам выбраться из тайги, предупреждают об опасностях, но сакральные знания раскрывают только избранным. Вадим Бурлак писатель-путешественник. Сегодня он готов раскрыть нам тайну своей встречи с белыми богами. Что же поведали ему наши предки? Вадиму Бурлаку писателю-путешественника посчастливилось лично встретиться с белыми богами севера. Эта встреча произошла много лет назад в Забайкалье. 19-летний Вадим совершал одиночный поход. Перед отправлением местные жители предупредили его о возможной встрече с особенными людьми. Мой учитель в таежных странствах предупреждал, можешь встретить там необычных людей, будь осторожен. То есть нет, они ничего, зла никакого тебе не причинять, но будь сам, так сказать, не обидь ты их. Эти предостережения молодой путешественник списал на суеверие северных народов. Но когда в глухой тайге к нему навстречу вышли они, не поверил своим глазам. это всего их шесть человек осталось живых. Они вроде бы ничем не отличаются от жителей Сибири русских. Такие же по внешнему виду. Такие же у них русские имена, правда, было еще у них и русское имя, и вот какое-то свое имя. И вот мне рассказали, значит, да, они существуют, это особый народ, они рассказали, что пришли много тысяч лет назад, произошла какая-то великая катастрофа, упала звезда с неба, из-за этого начались извержения, вулканы в землетрясения. Таежные потомки Ариев назвали себя Аллами или Аллами. Они рассказывали легенды своего народа о великом потопе и великом спасении, о могучих северных землях, которые стали их новым домом. На прощание старший из них, Иван, показал Вадиму необычный камень. Может быть, это был тот самый Алладырь, легендарный камень могущества Ариев, о котором мы рассказывали, или, может быть, его осколок? Небольшой камень величиной с ладонь, и там едва просматривались очертания какого-то, ну, наверное, острова. Он сказал, говорит, вот это вот наша земля, наша прародина. Я вначале не понял, что-то это очертание мне напоминали, какую-то землю, но сразу я не сообразил. И только уже потом, когда вернулся в Москву, я понял очертание Антарктиды. О своем народе Иван рассказал удивительные вещи. Ауны умели опреснять воду, двигать горы и читать по звездам. Они обладали многими знаниями, недоступными современному человеку. И знания эти не утеряны, а лишь хорошо сокрыты. Но где? Сегодня Вадим Николаевич уверен, та встреча с аунами не была случайной. Узнав о тайнах наших предков, он еще не раз отправлялся в Северную Тайгу, но белые боги ему больше не встречались. Зато через несколько лет после Забайкальского похода писатель оказался на Курильских островах, где познакомился с другими потомками прошлых цивилизаций айнами. Если ауны это европейский тип, ну скорее всего встретишь, скажешь, что это русские люди, то айны это невысокого роста, приземистые люди, черноволосые и они не похожи, да, не раскосые глаза, как у азиатов. То есть вот если взять народы, которые вблизи обитают, там, японцы, корейцы, китайцы, то айны совершенно не похожи на них. И снова та же история. Гибель земли, круглые лодки, долгие странствия. Ученые полагают, айны пришли на японские острова 7 тысяч лет назад. Этой цифрой часто датируют всемирный потом. Ауны, айны, арии. Очевидно, что такое созвучие имен не случайно, но вот внешность. Во всех преданиях ариев описывали как светловолосых и высоких людей. Неужто на Курильских островах путешественник повстречал потомков темных богов Атлантов? Спасаясь от глобальной катастрофы, арии ушли в недропланеты. Но если легендарная Шамбала, где хранятся хроники Акаши, тайны и знания белых богов Севера, не просто красивая легенда, тогда кто же охраняет ее от нас? И кому, а главное, когда откроются эти тайны? Загадочная страна Агарти, Шамбала или Шангрила. На Руси ее еще называли Белозерия. По легендам, этот подземный мир имеет несколько входов. Одни из ворот находятся на Русском Урале, на территории современной Челябинской области. Некоторые исследователи считают, что Челяб в переводе с тюркского «бог», а Челябинск «одаренный богом». Именно поэтому в этих местах в Челябинской области и даже в самом городе происходит невероятное. Многие теории связывают божественное происхождение этих мест и недавний небесный знак падения метеорита. Уральские горы одни из древнейших на планете. Они покрыты непроходимой тайгой даже сегодня. В 21 веке большая часть территории не изучена человеком. В этих лесах есть неведомая сила, и какие бы законы не диктовал современный мир, здесь они не работают. Если верить легендам, на одном из уральских хребтов находится чертовы ворота, так их называют местные жители, башкиры, за то, что многие, кто отправился на их поиски, так и не вернулся. Чертовы ворота — это две крутые скалы, которые местные считают порталом в другой мир. По легендам там вроде как есть, но мы сколько пытались там ходить найти, искали, ходили, искали, но как бы найти не удалось там. Мы тоже в этом что-то как-то сильно удивлены были. Просто вроде как и опыт есть, и все есть, но найти не можем. Внезапно накрывает ураган, снег, ливень, вот такие необъяснимые вещи. Хребет Таганай. В переводе с башкирского это название означает подставка под луну. Именно здесь находятся магические северные ворота в Шамбалу. Считается, что один вход расположен на Тибете, а второй здесь, в Уральских горах. Если мы ищем что-то сакральное на севере Индии, то оно же будет найдено в похожих формах на севере России или на восток в районе Челябинска. Алексей Юсупов много лет исследовал Шамбалу. Теперь он точно знает. Имеющий ключи обязательно откроет. Только это произойдет в тот самый момент, когда обитатели Шамбалы дадут на это разрешение. До тех пор ворота крепко закрыты. Мы идем по следу наших предков, белых богов русского севера Ариев. Именно подземное царство стало для них укрытием и новым домом в момент мировой катастрофы. Северные ворота Шамбалы, те, что находятся здесь, на Урале, это ворота прощения. Открыть их может только тот, кто простил себя и весь мир. Эти мистические места впускают не каждого. Наш проводник Алексей Юсупов совершает специальный обряд, чтобы задобрить духов тайги. Здесь так поступают и суеверные туристы, и местные жители, и профессиональные путешественники. В духе хранителей примите наше подошение. Не удерживайте никого из нас. Сделайте так, чтобы мы все вернулись в целостей и сохранности. Помогите в осуществлении всех наших планов. Что такое северные ворота Шамбалы? По словам Алексея, это не просто таинственная дверь в ущелье горы. Считалось, что здесь существовали некие врата Таганая, которые открывают раз в три тысячи лет вход в параллельный мир. Легендарный Заратустра как раз был одним из таких жрецов и не применил воспользоваться этой возможностью. С тех пор прошли три тысячи лет и, возможно, врата откроются снова. Мы подходим максимально близко. Время открытия портала у меня все погода. Вот подошли к нему нормально. Пошли ощущения как-то у меня погода меняется. Сразу ощущается, что либо ветерок, либо еще что-то меняется. Ветер спины начинает дуть. меняется направление ветра. Кроме того, именно здесь находится точка, которая аккумулирует энергию Вселенной. Таганай стоит своеобразной пирамидкой треугольной и представляет собой большую антенну. Поэтому с помощью этого комплекса можно получать энергоинформацию с основных энергоисточников планеты. Большой хребет Таганая место магическое. Оно тесно связано с небом. Никакой мистики. Чистая астрономия. Несмотря на утверждение некоторых исследователей, что врата открываются раз в три тысячи лет, наш проводник уверен, это случается гораздо чаще. Главное, чтобы сошлись звезды. Открываются именно те врата, которые находятся здесь. Именно в момент в тот момент, когда звезды находятся в точных координатах на небе, по проекциям на землю в этих местах начинается излучение для активации этого места. То, что древние арии скрылись в этих местах, не вызывает сомнений. Они оставили изображение богов. Мы пришли на открытной хребет. Здесь есть ворота в Шамбул. Сам хребет это своего рода каменный обелиск, на котором древними выложены изображения богов. Они причудливым образом спрятаны, поэтому разглядеть их невооруженным глазом очень сложно. Поэтому надо применять определенную технику. Это всевидящий сфинкс и бог Ра, огненный дракон-хранитель врат Шамбалы, человек-оборотень, джинн, которым управляет бог смерти Анубис. Таких каменных истуканов могла создать только цивилизация, обладающая высокими технологиями. Фигуры огромны, и в то же время в очертаниях скал в самом деле угадываются черты. Именно эти боги охраняют ворота в Шамбал. Если задуматься, все эти мистические существа из разных религий – это еще одно доказательство того, что именно арии были основоположниками разных культур по всему миру. Есть боги, которые относятся к так называемым сирам, ну, это греи так называемые, и их бог называется Зет. самым главным указателем, который находится здесь, на этом хребте, является каменный стукан, взор которого направлен строго на восток. Рядом с этим стуканом находится полуизображение, которое, естественно, с помощью определенной техники достраивается, и получается полуизображение лица бога Зет. В течение часа наша группа вместе с Алексеем поднималась на вершину, непосредственно к великим вратам Шамбалы. И пусть сегодня горы Большого Таганая намного ниже, чем тысячи лет назад, добраться до ворот Шамбалы все еще очень непросто. Вот это, собственно, и есть те самые врата Шамбалы, которые при определенных условиях открываются. По подсчетам Алексея, в последний раз ворота в Шамбалу открывались четыре года назад, но проникнуть в страну древних богов никому не удалось. Чудьи люди не открыли своих секретов. Как гласит легенда, духовно неразвитым, горделивым и мелочным двери в Шамбалу навсегда закрыты, и силой войти туда невозможно. Шамбала как призрак, который не крепость, а мираж, свет в воздухе, увидеть который сможет не каждый. Изменится ли человечество настолько, чтобы ему стали доступны тайные знания наших предков? Человечество не идеально. В своем стремлении к обогащению мы часто забываем о мире, в котором живем. Но все же за многие века человек научился быть терпеливее к непохожим, внимательнее к слабым, заботливее к окружающей его природе и животным. Разве не этот путь выбирали наши предки белые боги Севера? И возможно, мы всего лишь на самом начале этого пути к гармонии. А значит, с каждым шагом мы все ближе к истине и сакральным знаниям древних корейцев. А это ли не гарантия, что наш мир стоит того, чтобы получить спасение?